Вечер под серебряным дождем. Ну, на флайт-радар были зафиксированы перемещения самолетов, например, также с территории Турции и в Турцию, а также из Швеции. Ну, и как раз в Турции, в аэропорту Анкары, и произошел обмен с заключенными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Есть видеокадры, на которых виден в аэропорту Анкары самолет с российским флагом, который стоит у терминала. Значит, из Москвы в Калининград еще утром через Калининград в Мурманск вылетел самолет спецлетного отряда «Россия», который использовали при обмене Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Мы с вами также это обсуждали в прямом эфире. Ну, а накануне Словенское телевидение сообщило о подготовке крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По данным телевидения Словении, Россия в рамках обмена может получить отбывающего срок в Германии за убийство Вадима Красикова. США могут получить журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морпеха Пола Уиллана. Оба они в России осуждены за шпионаж. Ну и если вы помните, значит, на протяжении нескольких дней появлялась информация от адвокатов некоторых заключенных в России о том, что они, так сказать, убыли из мест заключения. Речь идет об Илье Яшине, иноагент, о бывших главах штабов Алексея Навального в Уфе и Томске. Сама сеть штабов признан экстремистской организацией запрещена Лилией Чанышевой и Ксении Фадеевой, о художнице Саше Скочеленко, о сопредседателе мемориала, внесенном в список иноагентов, ликвидированном по решению суда Олеге Орлове. Он также Минюстом признан иноагентом. Сегодня утром Fox News сообщали, что Гершковича могут освободить в рамках обмена, вернуть в США. Значит, при этом около трех часов дня появилась информация от Bloomberg. Bloomberg уже писал о том, что Гершковича и Уиллана освободили. И чуть позже от агентства Bloomberg пришло сообщение о том, что Владимир Карамурза, иноагент в России, будет освобожден в рамках обмена с заключенными. Тут, увы и ах, пока по фамильным информации конкретной очень мало. Но, значит, смотрите, турецкая разведка уже заявила, что речь идет в общем числе о 26 заключенных. И даже турецкая разведка сообщила, что 10 из них направляются в Россию, 13 в Германию и 3 в Соединенные Штаты. А коммерсанта о происходящем пишет уже как о крупнейшем в истории отношении Москвы и Вашингтона обмене с заключенными. Также я напомню, что речь идет о том, что Беларуси выдает гражданина Германии Эрика Кригера, который ранее был приговорен белорусским судом к смертной казни за наемничество и терроризм. А помилование, кстати говоря, это единственное помилование, которого стало известно официально, потому что, ну, согласно процедуре, заключенные сначала должны быть помилованы главой государства. Так вот, Кригера официально Лукашенко помиловал. Что касается российских заключенных, мы ничего такого не слышали. И я хочу отметить, что Кремль по-прежнему не комментирует тему обмена заключенных. Значит, об этом сказал Дмитрий Песков, когда журналисты попросили его подтвердить или же опровергнуть сообщение турецкого телевидения о факте обмена в аэропорту Анкары. Но, правда, теперь в его комментарии появилось слово «пока». Мы пока на эту тему ничего не говорим. Комментарии Пескова приводит агентство ТАСС. Посмотрю, друзья, что пришло по обновлениям и продолжу знакомить вас в том числе с другими новостями. Через несколько минут оставайтесь с нами. Плюс 7903-797-6333. Вечер под серебряным дождем Так, ну что, друзья, смотрите, последняя информация. Ну, во-первых, по поводу официальных комментариев. Пока, пока, значит, есть сообщения турецкой разведки, которые подтверждают, что факт обмена можно считать свершившимся. А вот что касается списка, мы также знаем из сообщений турецкой разведки, что речь идет про 26 заключенных, 10 в Россию, 13 в Германию, 3 в США. А официально наличие предполагаемых списков пока только одно подтверждение. Это заявление президента корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в России, признанной иноагентом и нежелательной организацией. Стивен Капус подтвердил, что журналистка Алсу Курмашева действительно будет освобождена в результате обмена заключенными. Значит, смотрите, также турецкая разведка сообщает, что речь идет про заключенных из 7 стран. Речь про Россию, США, Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Беларусь. А турецкие СМИ, я пока не вижу подтверждения или вообще хотелось бы объяснения этой информации, пишут, что непонятно в обмене или не в обмене, но, в общем, там видно, что из одного из самолетов вышло еще двое детей. Да, что это за дети? Пока тут мне проинформировать, так сказать, нечем у вас появится сообщение, расскажу, но поехали дальше по новостям. Будем перекладываться и другой информации. Сегодня армия обороны Израиля сообщила о гибели командующего военным крылом Хамас, по данным ЦАХАЛ. Он был убит еще 13 июля. В результате авиаудара по сектору Газа, значит, Мохаммед Аддейв занимал пост командующего военным крылом Хамас в середине 90-х. Он был включен Израилем в список самых разыскиваемых преступников, значит, США в 15-м году этого же человека внесли и в перечень террористов. И, значит, сообщается, что израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить. Считается, что во время одной из атак, по крайней мере, французское телевидение об этом сообщало, В 2006 году он потерял глаз, руку, ногу. В октябре прошлого года, спустя несколько дней после нападения Хамас на Израиль, ЦАХАЛ нанес удар по дому Аддейв в секторе Газа. И вот сегодня ЦАХАЛ отчитался об авиаударе, где в момент находился все тот же Мохаммед Аддейв, командующий военного крыла Хамас. Напомню, ранее в Тегеране в результате ракетного удара был убит лидер политбюро Хамас Исмаил Хани. Высшим исполнительным органом Хамас считается Совет из 15 человек, который, собственно, иногда и называется политбюро. Сформирован он был в 1996 году еще в Иордании и занимается преимущественно внешними отношениями, а также привлечением финансирования для Хамас. Трое организаторов терактов 11 сентября согласились признать свою вину в обмен на освобождение от смертной казни. Об этом сказано в письме управления главного прокурора по делам военных комиссий Минобороны США. Они находятся под стражей с 2003 года. Нью-Йорк Таймс публикует сегодня письмо, направленное семьям жертв терактов. В обмен на отмену смертной казни в качестве возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными во всех инкриминируемых ими преступлениях, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении. Отмечается, что все трое содержатся в Гуантанамо. Переговоры о признании вины продолжались аж 27 месяцев. Одному из обвиняемых 59 лет власти США считают, что он даже был одним из авторов плана по угону самолетов и совершения терактов. В 1996 году именно Халид Шейх Мохаммед представил свою идею бывшему главе запрещенной в России террористической группировки Аль-Каида Оссаме Бен Ладену. А позже, значит, совместно еще с двумя также обвиняемыми помогал и тренировать террористов. 11 сентября 2001 года боевики террористической организации Аль-Каида захватили 4 рейсовых пассажирских самолета. Два самолета были направлены на башни-близнецы. Еще один врезался в здание Пентагона. Четвертый борт упал в Пенсильвании. Помимо 19 боевиков в результате атак погибли 2976 человек. 24 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Этот теракт, напомню, стал крупнейшим в истории по числу жертв. Через пару минут, друзья, продолжу знакомить вас с новостями. Оставайтесь под серебряным дождем. Не забывайте о видеотрансляции на нашем канале в YouTube. И пишите им. Плюс семь девятьсот три семь девятьс семь шесть три три три. Вечер под серебряным дождем. Так, друзья, но новостей по обмену каких-то конкретных нет. Официальных я имею в виду. Но давайте-ка я, вы знаете, с чем познакомлюсь? С тем, кто, как предполагается, в рамках этого обмена в Россию вернется. Это речь о неофициальном списке. Да, но тем не менее. Значит, Вадим Красиков, по данным СМИ, является бывшим офицером спецназа ФСБ. В девятнадцатом году был задержан в Берлине за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили, который пытался получить в Германии политическое убежище. По данным следствия Красиков, застрелил его в берлинском районе Тиргартен. Он действовал по заказу российских властей. Значит, это был такой... СМИ немецкие об этом сообщали. Анна и Артем Дульцевы. Кстати, говорят, что касается фигурирующих на видео двоих детей. Говорят, что это вроде как могут быть их дети. В декабре 22-го года арестованы в Словении по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, использовали аргентинские паспорта. С 17-го года проживали в пригороде Любляны. Значит, Анна управляла художественной онлайн-галереей. Артем, ну тогда это Мария и Людвиг, руководили IT-стартапом. По данным Wall Street Journal, значит, Артем является элитным офицером службы внешней разведки. Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, задержан агентами секретной службы США. Значит, обвинялся в руководстве хакерской группировки и хищении чуть более чем миллиарда долларов с банковских счетов граждан и организаций США. Клюшин является основателем, гендиректором IT-компании М13, поставляющей в Россию системы для мониторинга СМИ. Задержан был в 2021 году в Швейцарии, после чего экстрадирован в США, признан виновным в кибермошенничестве на фондовом рынке. Вадим Конощенок в декабре задержан в Эстонии с грузом из нескольких тысяч американских патронов, значит, там различные типы электронных компонентов, предъявлено обвинение в контрабанде технологий, в том числе ядерных. Михаил Микушин, значит, занимался вопросами гибридных угроз социального обеспечения в научной группе «Серая зона», задержан в октябре 2022-го, норвежскими властями обвинен в работе на российскую разведку. Павел Рубцов, значит, обладает гражданством России и Испании, арестован польскими властями, обвинен в шпионаже. Это вот, друзья, ну так примерно, навскидку, кто есть в этом списке. Еще раз подчеркну, официально пока никем не подтвержденными. Ни с одной стороны, ни с другой стороны. Плюс 7903-797-6333. Сегодня, кстати, в России новые задержания. Например, стало известно о задержании главы военторга за охищение средств Минобороны АРБК. Узнал об аресте бывшего начальника филиала военно-строительной компании. Ну и, разумеется, если появятся свежие новости по обмену, я вам об этом непременно сообщу во второй половине часа. Вечер под серебряным дождем Так, друзья, к свеженьким новостям об обмене заключенными мы с вами вернемся чуть позже. Напомню, что по последним данным, по данным турецкой разведки, речь идет об обмене 26 заключенных, 10 направляются в Россию, 13 в Германию, 3 в США. Пока к внутренним, так сказать, внутренним задержаниям переходим. Главу военторга задержали по делу о хищении в особо крупном размере при выполнении госконтракта с Минобороны. Это официальная информация, которую сегодня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она же рассказала, что ему уже предъявлено обвинение. Значит, по данным на сайте военторга, генеральным директором компании является Владимир Павлов. Значит, ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что МВД будет добиваться ареста гендиректора военторга Павлова. И, кстати, судя по новостям, они добились. Он арестован. Днем сообщалось, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Павлова меры пресечения в виде заключения под стражу. Что ж там произошло? По версии следствия, в 2019 году руководитель и другие сотрудники военторга, а также их соучастники, вступили в преступный сговор. Они заключили госконтракты на поставку армейских несессоров на общую сумму 625 миллионов рублей. Значит, в период с декабря 2019 по декабрь 2022 соучастники приобрели продукцию компании-производителей через подконтрольные им же организации, бенефициаром которых является 41-летний уроженец республики Северная Осетия Алания, указывает следствие. Потом, по данным Следственного комитета, фигуранты продукцию продали Минобороны, необоснованно увеличив цену на сумму свыше 400 миллионов рублей. Бенефициар подконтрольных организаций, имя которого не уточняется, задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В МВД отметили, что провели 64 обыска в местах проживания руководства и сотрудников Минобороны, а также в нежилых помещениях Военторга и ряда других компаний. Представители ведомства изъяли документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие предметы, и было опрошено более 30 свидетелей. РИА Новости чуть позже, со ссылкой на информированный источник, как раз и сообщили, что суд арестовал имущество фигурантов дела Военторга. На причастность к делу проверят также друзья и бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного чуть ранее. Об этом ТАСС сообщили, также ссылаясь на правоохранительные органы, где пояснили, что в период, к которому относятся хищения, совершенные руководителем Военторга, вопросы материально-технического обеспечения вооруженных сил курировал именно бывший замминистра обороны Булгаков. Ну а кроме того, согласно заявлению неназванного собеседника агентства ТАСС, именно с Военторгом и были заключены контракты на поставку тех самых сухпайков, из-за которых Булгаков и задержан, а это сухпайки, произведенные Грязинским пищевым комбинатом. Генерал Булгаков был арестован по уголовному делу о коррупции на прошлой неделе. РБК сегодня узнал, что бывшего начальника филиала военно-строительной компании Сергея Сухова арестовали по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По данным издания РБК, по делу проходят сотрудники компаний-подрядчиков ВСК, а сама компания занимается строительством жилых домов, микрорайонов целых и технических сооружений. Все это для нужд Минобороны. Значит, Сухов является бывшим начальником филиала строительного управления по Центральному военному округу военно-строительной компании. РБК ссылается в своей публикации на два источника, не называя их, но отмечая, что источники знакомы с материалами дела, и вроде как дело-то было возбуждено в конце июля. Значит, по данным РБК, по делу проходят несколько сотрудников компании, которые выполняли для военно-строительной компании работы в рамках госконтракта. Предварительный ущерб, пишет РБК, составил 200, около 200 миллионов рублей. Значит, а согласно информации на сайте ВСК, в компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, действующие в интересах российских вооруженных сил. Военно-строительная компания занимается строительством под ключ жилых домов, микрорайонов, зданий, технических сооружений, любого назначения для нужд Минобороны и входит в систему военно-строительного комплекса России. Чтобы вы понимали, среди последних работ войска реконструкция фортов в Кронштадте, строительство филиалов Нахимовского училища, например. Так что такие, друзья, интересные дела. К другим новостным делам, и не только. Кстати говоря, есть продолжение истории с нападением мигрантов на жителей Мытиш. Я вам вчера буквально об этом рассказывал. Там уже и задержания сегодня очередные. Ну и, разумеется, к обрушению подъезда в пятиэтажке в Нижнем Тагиле мы перейдем через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вечер под серебряным дождем Так, ну, друзья, если вы помните, буквально вчера рассказала о возбуждении уголовного дела по факту нападения группы уроженцев Таджикистана в Мытищах, которые устроили так называемые шариатские патрули. И буквально избивали прохожих за внешний вид, объясняя им, что они, так сказать, одеты не по шариату. В конце июля телеграм-канал Ридовка опубликовал несколько видеороликов. На двух из них изображен один и тот же молодой человек. Значит, на первом ролике молодой человек обращается к неназванным... Я далее цитирую, да, по коммерсанту в том числе. Значит, обращается к неназванным, как он их называет, лысым очкошником. Просит объявить о своем местонахождении. На втором видео он снимает себя и группа молодых людей, называя их имена, и повторяет фразу, когда братья рядом, мы и в аду наведем порядок. Канал также публикует видео с избиением людей. Значит, нескольких человек, чьи лица в кадре не видны. В материале говорится, телеграм-канал Ридовка, что уроженцы Таджикистана организовали в Мытищах банду, устроили шариатский патруль. По данным канала, молодые люди избивают парней за длинные волосы и татуировки, девушек за, по их мнению, неподобающую одежду. Ну и лидером был назван Довлаталий Заиров, а Регнум писала, что ему 18 лет. Живет он в Московской области. Российское гражданство получил в 23-м году в Краснодарском крае. И, кстати говоря, Регнум также сообщали, что он уже написал видео с извинениями перед народом России. И сегодня стало известно, значит, накануне заявили о возбуждении уголовного дела, а Следственный комитет сегодня сообщил о задержании подозреваемых по делу о нападениях в Мытищах. Согласно сообщению ведомства, значит, установлены личности трех фигурантов дела. Все они граждане и уроженцы Таджикистана, четвертого и пятого годов рождения. Двое задержаны, один по-прежнему разыскивается. Друзья, ко всем последним новостям, в том числе и по обмену заключенными, мы с вами перейдем в начале следующего часа в студии до 19.00. Дарья Гордеева, оставайтесь с нами.